7 часов утра. Набрал целый рюкзак одежды из расчёта, что в горах будет холодно, но похоже сегодня в горах будет жарко. Тропа ведёт всё ближе и ближе в горы. Далеко вдали видны скальные обрывы плата. Раннее утро в Петгорье. Ну, такие вот развалины непонятного сооружения среди леса. Ну, вот и питьевая вода. По всей вероятности, это оттуда из-под подножия лопаты течёт этот ключей. Естественно, он идёт под землёй, а выходит вот только здесь, под огромным тополем. В глубине леса Обнаружил вот такое вот здание. Вот это вот родник. И питьевая вода, из которого по всей вероятности доходит до Чёрного моря. Питьевая вода ледяная из подземного источника. Питьевая вода ледяная из подземного источника. Питьевая вода намного лучше, чем та, которая в источнике под тополем. Чем дальше улез, тем больше дров. Пройдя тропой метров 15 вперёд, можно наткнуться на стену. Древнее сооружение, которое сохранилось довольно-таки сравнительно неплохо. И размеры, конечно, поражают по сравнению с тем, что в основном эти все стены разрушены. Вот, ширина стены, можно видеть более метра, куда она тянется. Это нужно исследовать. Здесь же прямо над головой растёт ягода от всех болезней. Это кизил, спелый, вкусный, сладкий кизил. Пройдя же ещё 10 метров за ограждением, за этой каменной древней стеной, тропу преграждает ещё один источник с такой же идеально кристальной водой. Испил из трёх вод, продолжаю путь дальше. Что интересно, что стена состоит из двух ярусов. Вот, дальше первая и потом идёт вторая. Вторая, правда, более разваленная, но, тем не менее, видно, что стена была из двух рядов. Указывается, эта двойная стена всё-таки имеет тут своеобразную конструкцию. По периметру она выложена в виде... Хотя поднялся немножко выше. И вижу, именно как по архитектурным соображениям здесь всё выложено. Здесь вот видно, как бы, это подпорная стена, она держала массив, который находится выше. Это тоже опорная. Ну, все вероятности, на площадке, которая находилась выше, потому что за ней, я вижу, точно так же выложена опорная стена. Значит, на площадке, которая находится над этой стенкой, стояли жилища или какие-либо другие сооружения. Вот в этих глухих местах ещё не вступала нога древняка. А если здесь и лазили искатели, то вряд ли они смотрели над головой, они смотрели под ноги. Здесь кизила просто немерено. Исследуя древних городищ, часто люди не обращают внимание на самые элементарные вещи. Вот здесь вот не нужно быть археологом, чтобы понять, что это действительно древние стены. Очень даже древние. И идут они ни в два, ни в три ряда. А это, по всей вероятности, такие опорные стены. Вот они. Одна за одной прямо. Естественно, когда-то здесь были не просто поселения людей, а довольно-таки большие поселения. Вот, пройдя немножко дальше вглубь, это уже действительно дикие места. Люди здесь не ходят. Тропок здесь практически нет. И вот такие вот стены сохранились намного, намного лучше, чем те, которые находятся ближе к человеку. Вот так вот я за этими стенами, за историческими, забыл о том, куда я шел. Я ведь шел искать ванны Дианы. Хотел искупнуться в горной реке. В этом районе горы еще не было. Поэтому вот и получилось. Тропа завела в тупик. Я возвращался назад, поднялся немножко выше, вот чтобы посмотреть на вот эти вот сооружения. И таким образом немножко отошел от пути. Поэтому нужно возвращаться и осмотреться, как можно выйти из ущелья. И все-таки, что бы там ни говорили, а вот такие вот сооружения в глуши лесной приводят все-таки в какое-то неописуемое чувство восторга. Не просто чувство нового, чувство увиденного, а чувство преклонения перед древними, которые выстраивали. Когда-то же ведь здесь жили люди, они любили, творили. А сейчас от этого вот остались только стены. И вот, несомненно, и это сооружение можно датировать тем же временем. Уже, естественно, реставрировано в наши дни, так сказать, облагорожено и укреплено. Вот так вот прогулки по незнакомому лесу. И вот такие вот сюрпризы и жиданчики. Сейчас я иду по древней дороге, поскольку вот сооружения такие опять и слева, и справа вижу такую же стену. Поэтому по всей вероятности, а вот над этой стеной еще дальше, стена больше размеров. Ну, не забываем смотреть под ноги. Вот, если есть стрелка, значит, по всей вероятности она... И так поднимаюсь еще выше. Что интересно, что здесь стен больше, чем дома в современной Ялте. Вот иду, они по обе стороны и не заканчиваются. Хотя я не настолько высоко поднялся. И действительно по обе стороны, и выше, и ниже виднеются засыпанные, полуразрушенные древние стены. И чем выше, тем лучше их состояние. Здесь вот они идут таким прямо двойной, сплошной двойной стеной. И высота ее уже, естественно, меняется. Вот чем выше мы поднимаемся в гору, тем выше становятся стены. Ширина здесь больше, здесь уже метра полтора. Низний яич в верхней линии, она тоже где-то около метра. То есть вот так вот стены реально большие. Вот стены реально большие. И вот чем выше, тем их больше. Как ни странно, я в этом лесу еще не был впервые впечатления. Я так и скажу, да. Идешь и с обеих сторон. Куда-то здесь жили люди. Здесь были не просто стоянки, как первобытного человека. В пещеру зашел, вот тебе пещера. А в некоторых местах стены торчат из хвои. Можно только догадаться, что это стены, поскольку на них уже больше метра наносной почвы. Хвоя, ветки и всякая дребедень. Вот обман, зрение в горах. В общем, я шел не в ту сторону. Сказать нифига себе, это ничего не сказать. Я иду уже не знаю сколько. И по всей длине, то есть по всему пути я встречаю эти стены. Я уже начинаю теряться в догадках. Неужели столетия назад Ялта была настолько выше? В смысле, люди в районе Ялты жили настолько выше в горах. Какие-то из них сохранились более лучше, а какие-то более развалены. Все-таки любопытство взяло вверх. И я спустился в самый-самый низ, в самое, что так называется, куда не звали. Это самые дебри. И здесь, вот именно в этом труднодоступном месте, опорная стена или что это, я не могу судить. Но могу сказать, с уверенностью, сохранилось в идеале просто. Вот я спустился в самое-самое дно. И можно видеть, что действительно в идеале сохранилось это сооружение. Здесь есть даже ступени. Вот вход, по всей вероятности. Внизу громадные блоки каменные. Действительно громадные блоки. И вот такая вот стена пошла вдоль, не знаю как назвать, ущелье, низинка, овраг. Дальше немножко разрушено, конечно, видно. Ну, ближайшие десятки метров по длине. Ну, в общем, не знаю, куда оно тянется. Действительно, здесь в глуши, в самой глуши, сохранилось все в идеале. В некоторых местах где-то, конечно, от времени это все дело завалилось. Вот участок, где завал произошел. Но, в целом, стена. Вот как они такие огромные камни, интересно, подымали. Ну, в принципе, как мы знаем. Так. Куда она ведет, неизвестно. И так такого круголя дал. Но, тем не менее, вот увидел. Даже не ожидал, что в районе Ялты, хотя это вот именно этот район, где ян, как бы, труднодоступен для такого обывателя, простого туриста, который привык ходить по тропам. В общем, куда она тянется, неизвестно. Но, кажется, это начало того, что я снимал вверху. Ну, и можно с уверенностью, кстати, сказать, что это все-таки творение не современного человека, а именно выход наверх на площадку, в которой, по всей вероятности, на горе жили люди. Все-таки это творение древних. И изучать это творение, по всей вероятности, еще долго не будут, поскольку находятся они в таком районе, где... Вот такой вот сюжет получился. Цивилизация. Древняя цивилизация. У цивилизации современной. Такие вот стены. Кромадные стены просто остались. У пригорья ялки. Когда-то здесь были древние города. Теперь здесь растет лес. И в кустах прячутся руины древних цивилизаций. Здесь кто-то, по всей вероятности, нашел клад. Вот такой огромный камень. Это ж надо было его вытащить. Ну раз тащили, значит не зря. Итак, кладка. Кладка шикарнейшая. Камни. То есть не мегалиты, но тем не менее. Ступень. Оп. Так, поднимаемся наверх. Смотрим. Ширина, конечно, стены огромная. Если бы я шел с этой стороны, то, по всей вероятности, не заметил бы того, что это стена. Шум воды, который меня сюда привлек. Здесь приглашен. Его почти не слышно. Вот такой был вход в это городище. И вот такие вот стены. Вот такие вот древние стены. Даже не разваленные, а в отличном состоянии. В очень даже хорошем состоянии. Длинные стены можно встретить в горном лесу, если отойти немножко с тропинки в сторону. Немножко это. Так. Совсем немножко. Прекрасно сохраниваются эти стены. И скажу почему. Потому что здесь, ну, ходит простой турист, который привык по пробитому маршруту. Это немножко сжатейные такие глубинки леса. Ну, скажу, что очень труднодоступные. Ну, тем не менее, как бы. Ну, там-то, почему бы, если бы не забрался, не успел сломать, что с второй дверью. Здесь, внизу, идеальная тишина. Просто идеальная. Даже птицы почему-то не поют. Я бы уже давно дошел до Васильевки, если бы не вернулся посмотреть на эти стены. Но, тем не менее, вот, дрелище все-таки такое, честно сказать, привлекает внимание, скажем вот так. Интересные камни порой встречаются на пути домой. И вот домой нести уже как бы легче, чем таскать с собой по горам. Остатки. Останки древней кладки. Заилилась, затекла. Но это не менее. Ну, вот поселок Васильевка. Уже кладка нашего времени, в наши дни, как и столетия назад, метод кладки такого же, он не изменился. Увидимся. Уже кладки 출발. Продолжение следует...